всем привет я ирина генкина ваш гид по сиднею и сегодня мы прогуляемся по королевскому ботаническому саду королевский ботанический сад сиднея это оазис тихий зеленый рай в шаге от небоскребов делового центра зависимости от сезона тут можно увидеть цветущие персики глицинию или тропические орхидеи саду выращивается около пяти тысяч видов растений но большее внимание уделяется местным видам недавно я узнала что из цветов некоторых аборигены делали свой ликер чуть позже расскажу об этом но сначала кратко самом садик так обязательно надо увидеть сосну валимай одно из самых редких растений в мире которая произрастала еще во времена динозавров ее заново открыли в 1994 году самом сердце сада была посажена такая сосна сейчас ее высота более 6 метров сад занимает одно из самых живописных мест вдоль воды тянется прогулочная дорожка огибающая бухту от сиднейского оперного театра до кресла миссис маквая скамейки из песчаника вырезаны осужденными в 1811 году для жены тогдашнего губернатора недалеко от спотровой площадки открывается один из классических видов на сидней ботанический сад сиднея основаны в 1816 году и является старейшим научным учреждением австралии сады включают себя вместо первого жалкого огорода колонии но история места где расположен сад уходит корнями в гораздо более далекое прошлое задолго до того как приехали первые европейцы это было место посвящение место инициации людей племени гадигал интересно но эпитет королевский появился у ботанического сада лишь только в 1959 году после первого визита королевы елизаветы второй в австралию говоря о саде нельзя обойти стороной печальную историю сиднейского выставочного зала или садового дворца это было грандиознейшее здание в котором впервые в австралии в сентябре 1879 года проходила международная выставка она собрала тогда более миллиона посетителей но к сожалению буквально через три года здание было полностью уничтожено пожаром а территория известная теперь как дворцовый сад была добавлена к ботаническому саду ботанический сад стал одним из первых мест раннего общественного отдыха также тут с 1862 по 1883 год работал первый зоопарк в австралии надо сказать что виноделие в австралии началось именно тут когда первым флотом было привезено 365 сортов винограда и раз уж мы затронули тему алкогольных напитков то надо рассказать о растениях австралии которые используют для этого аборигенами сразу предупрежу не стоит эти напитки делать самим так как несозревшие цветки могут быть ядовиты гравилия списиоза или красный цветок паука не является одним из самых распространенных источников нектара зато его нектар является одним из самых сладких его можно просто пробовать цветка либо вымачивать цветы в воде пока вода не станет сладкой на вкус такой напиток обычно давали маленьким детям или выздоравливающим после болезни но иногда оставляли для брожения лучше всего для получения местного ликера подходит гравилья робуста или шелковистый дуб наша прогулка окончена но я с вами не прощаюсь так как мы посетим место ставшая домом для австралийских сказок ставьте лайки пишите комментарии если это видео вам понравилось а также подписывайтесь на канал 5 7 континенты кто желает узнать больше о сиднее может почитать мой блог 100 дорог ссылка в описании до новых встреч